Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Дамы и господа, наконец настал тот момент, который вы так долго ждали. Топовые раздачи в магазине Эпи Геймс возвращаются, а это значит, что нас наверняка ждут игры ААА класса. Но обо всем по порядку. Меня зовут Игорек, и в этом видео я расскажу тебе про все актуальные раздачи на данный момент. Поэтому ты сможешь пополнить свою коллекцию игр в Стиме, Эпи Геймс и других платформ совершенно бесплатно. Перед тем, как мы начнем, хочу разыграть среди своих подписчиков две игры, а именно 7 Days to Die и Террария. Поэтому, если ты хочешь получить одну из этих игр, тебе предстоит выполнить три простых действия. А именно подписаться на мой канал, если ты этого еще не сделал, поставить лайк под это видео и, конечно же, оставить комментарий. Который, в свою очередь, будет стоять минимум из четырех слов. Это не только поможет продвинуть видео в рекомендации, но и увеличит ваши шансы на победу. Итоги, кстати, будут подведены в следующем видео по халяве ровно через неделю. Но при условии, если мы наберем на этом видео тысячу лайков. Если этого не произойдет, то эти игры я оставлю себе. А победителей прошлого розыгрыша я покажу в конце этого видео. Так что смотрите его до конца. Ну а теперь халява. И начать хотелось с раздачи игры Nights into Dreams для Steam от всеми известных Sega. Сама игра является переизданием классической версии аркады 96-го года. И зайдет, наверное, только тем, кто играл в нее в детстве. Кстати, если вы давненько смотрите мои видео, то ранее уже должны были ее забрать. Но если вы этого не сделали, то вот инструкция, как ее заполучить. Переходим на официальный сайт Sega. Далее вводим свою почту и выбираем платформу Steam. После чего проходим авторизацию и разрешаем доступ. Не переживайте о поводу аккаунта и так далее. Тут все безопасно. Далее на сайте выберите свою страну и поставьте галку. И вуаля! Игра добавлена на ваш аккаунт автоматически. Следующая игра выглядит довольно-таки просто и не особо привлекательно. Ну, лично для меня. На сегодняшний день игра абсолютно бесплатная, поэтому забрать можно. Так как в начале июня она станет уже платной. Для этого просто нажмите «Играть» и после чего можно сразу же отменить установку. И вроде все. Игра должна остаться у вас навсегда. Также в Steam началась раздача первой и второй главы игры The Dream Machine. Акция продлится вплоть до 17 мая 27.00 по МСК. А для того, чтобы заполучить игру, нужно просто нажать на кнопку «Добавить на аккаунт». Игра представляет собой классический Point Clicker Quest, где все объекты сделаны вручную из пластилина и картона. По сюжету главный герой Виктор Неф заезжает с женой в новую квартиру. И после этого в ней начинает происходить паранормальщина. Игра получила несколько наград на инди-фестивалях и имеет отличные отзывы в Steam. И что самая интересная, разработкой занималось всего два человека. Поэтому если игра вам понравится, можете купить остальные четыре эпизода. Каждый из которых по скидке стоит плюс-минус 30 рублей. А сейчас хочу устроить для вас еще один небольшой розыгрыш на 3 ключа Steam от игры «Ретро машина». Мне их предоставили сами разработчики, за что им огромный респект. Она, кстати, вышла буквально несколько дней назад. Поэтому если вам нравятся такие красочные платформеры, можете принять участие и попытать свою удачу. Или же поиграть в демку этой же игры. Она абсолютно бесплатная в Steam. А для розыгрыша все, что вам нужно сделать, это оставить комментарий с припиской «Интерактив» и в нем ответить на вопрос. Какой жанр игр вам больше по душе? Вот мне, например, шутеры. Ты, кстати, также не забудь предложить свой вопрос для следующего интерактива в комментариях. А вот, собственно, победители из прошлого видео. Для получения приза, напишите мне любую удобную для вас соцсеть из описания. А мы переходим к следующей халяве, которая проходит на сайте под названием «Кейджойкер», на котором вы сможете получить кучу разных игр, в том числе те, которые с карточками Steam. А вы, наверное, знаете, как я за эту тему топлю. Не, ну реально, выбил карточки, продал на торговой площадке, хоп, и у тебя там уже плюс-минус 30 рублей. На какую-то игру или скинчик, как по мне, неплохо. Поэтому, если ты не знаешь, как фармить карточки, то посмотри видео по подсказке сверху. А прямо сейчас, как я тут сижу, пишу сценарий для этого видео, на сайт завезли очередную партию игр с карточками, которые я уже успешно прикупил для будущих розыгрышей. Если ты также хочешь получать игры с этого сайта, то нужно заработать специальную валюту, что довольно-таки легко сделать. Но обо всем поподробнее я рассказывал в отдельном видео, где также показал еще несколько сайтов с подобной халявой. Поэтому бегом смотреть. И, кстати, если вы зайдете на сайт, а игр с карточками уже не будет, то рекомендую не тратить валюту на покупку обычных игр, а все же дождаться пополнения, которое происходит не так часто, но все же это будет более профитней. А на этой неделе в магазине Epic Games проходят раздачи приключенческой игры The Lion Songs, действие которой происходит в начале 20-го столетия. Как по мне, игра зайдет малому количеству людей, так как геймплей тут довольно-таки скудный и нужно много читать. Хотя, я, может, в этом ничего не понимаю, и игра является шедевром в своем роде. Да и наверняка найдутся любители погружаться с головой в подобную атмосферу. Сюжет игры, кстати, поделен на 4 эпизода, каждый из которых расскажет о личных творческих переживаниях и поисках вдохновения различных австрийских деятелей, искусства и ученых. По словам разработчиков, судьба каждого из персонажей будет зависеть только от решений игрока. Раздача продлится до следующего четверга, 20-го мая. И, наверное, самая крутая новость на данный момент, это то, что в Epic Games снова начнется раздача тайных или же секретных игр. Для тех, кто, возможно, забыл или вовсе не знает, напомню, что в прошлом году нам раздали 4 крутые игры, а именно GTA 5, Цивилизация 6, Borderlands какой-то там, Edition и Ark. Вы наверняка спросите, что же будет на этот раз, а я и не знаю. Ладно, если на серьезе, я запускал стрим, где вместе с вами строил различные теории, искал какую-то слитую инфу или что-то подобное. По сути, ничего стопроцентного я не нашел, но все же. Перед вами две фотографии, которые относятся к судебному разбирательству между Epic Games и App Store. Как заявляет какой-то ноунейм в Твиттере, игры, которые обведены зеленым и оранжевым цветом, рано или поздно должны появиться в раздачах. Но есть одно но. Эти документы в большей мере относятся к сравнению и аналитике конторы дядюшки Габена, Steam. Поэтому не воспринимайте это всерьез. Так как никаких официальных или подтверждающих заявлений не было. Из этого списка можно увидеть кучу крутых игр. Некоторые из них, кстати, нам уже раздавали. Но, как я предполагаю, возможно, эти игры обведены, скажем так, для того, чтобы предложить тому или иному разработчику сделку. Мол, давайте вы разойдите вашу игру в нашем магазине, а мы вас задобрим денежкой и так далее. Потому что все эти данные соответствуют именно тому, что эти игры хорошо окупаемы. И, ну, если так продумать, просчитать, в принципе, почему бы и не заработать на этом. Поэтому, может быть, что-то из этого списка и появится. Если хотите, я могу сделать отдельное видео с теориями и предположениями, что нам могут раздать. Для этого лайкайте мой закрепленный комментарий под этим видео. А если вы ничего не поняли про выше мною сказанное, то каждую неделю, не знаю на протяжении какого времени, нас ждут топовые раздачи. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что они будут топовые. В общем, вы сможете забрать какую-то игру совершенно бесплатно на протяжении 7 дней. Обязательно пишите в комментариях, какие у вас есть предположения по раздаваемым играм. Будет интересно почитать. Я, в свою очередь, буду запускать стримы в день раздачи, где мы вместе с вами будем забирать халяву и строить догадки про следующую игру. Так что заходите на огонек. Надеюсь, в этом году эпики прям завезут контента по полной. Так что ждем. Компания Sony опубликовала список подарков, которые она приготовила геймерам в рамках программы Play at Home. К сожалению, для многих полноценных игр не подарят. Нас ждут лишь бонусы для сетевых проектов, включая элементы кастомизации и внутриигровую валюту. Начиная с 18 мая по 6 июня в PS Store можно будет бесплатно забрать следующие подарочки, которые вы видите у себя на экране. Поэтому забирайте, кому нужно. А если вы успеете, то до 15 мая можно еще забрать Horizon Zero Dawn. А на этом моменте видео подошло к концу. Надеюсь, сегодняшняя халява была вам по душе и вы пополнили свою коллекцию игр на пару-тройку крутых проектов. Обязательно поддержите это видео своим лайком, ну и друзьям расскажите, чтобы истинных халявщиков становилось все больше. Прошлый ролик так и не набрал 1500 лайков, поэтому я разыграю только одну игру, а вторую, к сожалению, оставлю себе. В общем, вот победитель. Для получения приза напиши мне в любую удобную для тебя соцсеть. У тебя есть на это 48 часов. Ну а с вами, как обычно, был Игорек, желаю всем удачи и всем пока!